Что ж, не смог я удержаться и не поделиться с вами звуком стали, голосом стали. Это просто прекрасно. Некоторые затяжно поют, некоторые нет. Долго звучит. Вот смотрите, только сейчас утухла вибрация. Я не могу просто, я кайфую, я их делаю и кайфую. Жесткий звон. Незатяжной. Вот в этой самой затяжной. Самый-самый тонкий звон. Ну, как вот это поет, звучно. Видите, более низкий тон, но затяжной. Ну, сейчас заточу, точнее завтра. И уже вам представлю в полной красе, полный обзор. Приветствую всех. Ну, вот, наконец-то у меня очередная, можно так назвать ее, мини-партия опасных бритв. Русских бритв. И хочу сказать, опять же, пару слов вначале, чтобы вы имели представление, что производил я их долго, но шел к пути к этому конечному, то есть результату верно. Долго, но верно. Сейчас я покажу вам обзор. То есть мы посмотрим, что у нас получилось и порубим волос. Вот такие вот варианты у нас вышли. Примерно 8 восьмых. Буду, когда развешу это сайт, буду замерять, все там прописывать. Обушки, в принципе, тонкие, за счет чего угол заточки минимален для такого размера. И, естественно, заточка более-более острая, но и более сложная в то же время. Вот. То есть, видите, да, заточка могла бы быть намного уже, но за счет того, что обушок более тонкий, то и заточка более широкая. Всего бритв было заведено 5, но одна вышла из этого момента производства, так как во время термообработки, что является одним из самых сложных шагов. Ну, как одним? Ну, да, одним из самых сложных. То есть там есть и другие самые сложные шаги. Но термообработка, в общем, вывела из строя один экземпляр. Дальше тут клеймо я поставил, то есть услышал, что мне говорят люди. Вот это вот материал оправы, я не знаю, как он называется. Вот. Из Японии был прислан также, как там такой серо-черный. Вы помните уже, наверное, посмотрите на сайте, кто не помнит. Материал такой не хрупкий, не подвержен каким-то там таким тоже воздействием. То есть, ну, практичный. Вот так вот скажем. Практичный. Для тех, кто интересуется хватом, тут шайбы стоят, как всегда, латунные, тончайшие для скольжения. Всё идеально, ровно закрывается. Эти бритвы все, не сказала, с вогнутостью. Давайте я, может быть, попробую показать. Потому что мне так захотелось. Я вогнутость произвожу только тогда, когда у меня такое настроение соответствующее. Сейчас я попробую вам это показать. Потому что тут сложно выловить резкость. Вот так, наверное, нужно показывать. Посмотрите, какая выборка. Я вам это хотел сказать. Надеюсь, мне удастся показать вам. Они все вот такие вот со звоном. Короче говоря, звенят при любых обстоятельствах. Когда правительные ремни идёт такой звон, что просто песня. Очередная бритвка. Материал один и тот же. Расцветка разная. Покажу поближе. Тоже всегда обращайте внимание на кромку. Опять же, повторюсь, она должна быть, по сути, более узкой. Но за счёт бушка она более широкая. Но так как сведение сделано с запасом, так как меня ещё учил дед, то, к примеру, если ещё её пару раз заточить, прямо реально переточить, кромка станет более тонкой. Но это никак не влияет на бритьё. Ширина кромки вообще никак не влияет. Даже замечено было, что чем шире кромка, тем лучше бреет. Вот так вот. Можно назвать их даже дюймовочками, эти бритвы, потому что они примерно где-то дюйм. То есть 8 восьмых. Также материал тот же. Расцветка другая. По одному и тому же принципу сделаны. Вот эти все насечки я сделал тонкой-тонкой покрытием латуни. Оно, конечно, тонкое. Но какое-никакое лучше, чем его не было бы совсем, к примеру. Вот здесь самая такая тонкая кромочка вышла. Но опять же, повторюсь, это ничего не значит. Широкая кромка. Узкая кромка. Вот такие вот варианты. Естественно, всё ровно. И правильно. Обидно, что вышло на ней пять штук. Прямо реально обидно. Потому что хотелось именно пять штук произвести. Но обидно даже больше не с того, а из того, что... Ну, не с того, что пять штук, а из того, что было потрачено очень много трудов изначально соответственных средств, было много потрачено. Ну, как вам объяснить? То есть, каждый брак во время работы оплачиваю я из своего кармана. и он... Оплата это не... Не мало, я вам скажу. Она как следует бьёт по карману. Ну, и самое главное, она как следует бьёт по... тому, что ну, как бы вам... Ну, показываю её. То есть, ну, просто жалко. Смотришь на всё вот это, на все эти труды и становится реально обидно даже как-то так сказать, что ли. Так, резкости есть. Щёлк. То есть, слыхали? Щёлк, да? Вот это вот типа запора. Лёгкого такого запора. как бы замочек закрывается и бритовка более-менее фиксированная в итоге в оправе. Ну, что ж. Думаю, тут крутить, вертеть нет смысла. Рассказывать мне много чего для вас есть, но затягивать видео не хочется, поэтому давайте приступим к тесту на волос. Приступаем. Тест на волос. Буду внимателен, чтобы всё попало в экран. Вот волос раздвоился и отвалился. Вот я вам комментирую, для тех, кто там может быть кто-то что-то не увидел, что вполне вероятно. Очень-очень мягко. Просто как будто воздух, а не быстрее. вот раздваивается на двое волос и отрубается в конце концов. Сейчас на пяточке ещё мы пройдёмся, как положено. Так, резкость. Здесь просто отскочил волос. это бритвка вот с такой оправой. Дальше с такой оправой. Так, волос взял. Резкость как бы есть вроде бы. Просто со звоном таким лёгким отваливается. Тут вообще беззвучно отпал. Со звоном подпрыгнул, отлетел волос. Не знаю, слышите ли в этот дынь. Вот прямо звенит. есть бритвка издаёт такой вот звук. Так, взял волос очередную бритву. Со звуком отлетел. Почти без звука отлетел. С лёгким звоном отлетело. получился какой-то иероглиф из-за волос. С лёгким звуком отлетел волос. Так, взял опять волос. Очередную бритву вот с такой вот оправой. Сейчас уберу нарезанный предыдущей бритвы и щелчком таким тихим звоном таким отлетел. Распустился волос надвое. Просто отлетел и на пяточки так я попадаю в бейхифт. Со звоном отлетел. Давайте ещё потом как-то мало показалось мне. Итак, ещё один волос. Та же бритва. Просто там волос уже был половинка. Итак, продолжаем. Подпрыгну так бесшумно. С лёгким даем шурша не отлетел. Так, попадаю. Раздваивается этот мюст прямо раздваивает волос надвое. Бесшумно. Тут с лёгким звоном отлетает. Беру подлиннее этот конец волоса. То есть не его там какой-нибудь сантиметр или ещё что-то. Чтоб сантиметров там 3-5. Примерно так вот. Ну вот в принципе тест на волос я вам показал. Все бритвки его проходят просто в лёгкую на ура. Ну что ж. Мягкого бритья вам добра здоровья и до новых встреч. Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров